ребята всем доброго утра вот здесь в этом ночью пробирался там короче много-много таких окольных путей и все-таки касса правильно приехал дядька сказал подъезжайте задом пандусу шел ворота открывать и ставить открыл ворота я тут еще в темноте касс развернулся как нужно то есть сейчас зайду и вот к краю того вот пандуса надо задом сдать написано боковая получается задом будут грузить через зад может быть выгрузка будет тогда боковая ничего страшного я уже что-нибудь так настроился думаю даже дождь слякать будет думаю ничего страшного никто от этого не погибал сейчас подъедем тогда чтобы уже ребята видели что я стою и будем чай гонять закрываем новости с утра смотрю новости старею по новостям утром приехал в два ночи вертелся вертелся в пять проснулся посмотрел по окошкам ни хера не светлеет блять еще повалялся без 15 7 проснулся а светлеть начинает думаю так лежит вот этот шланг я вчера проезжал я с димка по телефону просто болтал на наушник воткнутый и димка мне объясняет где грузится блоками ты хоть и туда едешь я худима а здесь это блоками он грузился и он подумал что я блоками что тоже боковая он меня куда-то ты где блять посмотри сходи и куда сходи тут темно груди дима а тут ни хрена не видно как сосанин я гудима какой-то шланг лежит какой нахуй шланг его в воду качают какую воду блять яку по нему грузовики не ездили но видимо он хрен его знает может маленькими машинками возят ну я короче краешком взял тем и тем чтоб не по самому шлангу проехал ткнулся а дальше короче все видно что она сужается и пиздец ягу ну-ка дима я гляну выходить боюсь потому что собаки мало ли там сова какая-то выскочит да у меня с собой конечно пух-пух но нафиг все я короче проехал дальше туда влево смотрю и гудима там тупик ягу пиздец давай вот сюда сдавать задом благо здесь вот место и нету без фонаря было благо что не туманки сделаны я вчера включил у меня как дом лет сзади две туманки задом сдал выехал туда выровнялся короче сюда 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 и припарковался к лесу то есть я к лесу ровненько припарковался и немного голову убрал ты на потягачу то есть сейчас по идее где-то вот так вот должен теперь кабина идти то есть дверь немножко убрал голову на случай из тут ночью кто-то будет ездить и чтобы не несли с ней не зеркало ничего конечно место вала на всякий случай все просыпаюсь машина кого ну то есть сижу машина подъехала живу здравствуйте извините пожалуйста подскажите станционная 60 дробь 4 макулатурой грузится вот все это правильно приехал я у я тут ночью пиздец он в 3 1 кто поехал ночью я просто думал что тут ночью грузят и чаю хочу буду чай ребята с покупай комет тюменский подгон у меня чакупай давай подъезжать пока болтал на хуже машина нагрелась и воздух накачался до поехали так если бы еще а там еще же до переезд будет такой прикольный но буду выезжать его поснимаюсь и не забуду короче я так чувствую если поддоны лежат не что на поддонов у меня будет макулатура цивильно вот плюсы 110 кубовки то что мы объемный груз может забирать легкие объем а конечно оттуда и себя повернул не на принципе разницы нет так краю пандуса так мы на на пакетами будем грузиться короче я не знаю так а у меня отбойники достанут до нее или будет сильно высоко чтобы я не уперся то замками сейчас я подъеду и посмотрю отбойники у меня выше или ниже железку то я вижу которую подкладывают чтобы погрузчик ездил маленько с кривинкой надо будет короче встать и вот так вот заломаться вот так прицеп ровно сюда встал сейчас сделаем а вон она прессованная макулатура шоя она еще мокрая сейчас будет все начинается вон она железка через довки через какие-то бувераки я вот оттуда приехал вот днем то конечно это все кажется что давай давай задом и часть стоит вышел посмотрел вроде должен как нормально перец потихоньку потихоньку резинку что нет чуть-чуть его сложил чуть-чуть подломал суп ровненько было и кое-каками кашу не удариться сильно все свет уже не вижу значит почти ухожу сейчас туманки помогают опа и немного откатываемся чуть-чуть буквально откатываемся опа все это чтоб погрузчик когда будет заезжать чтобы не царапать эти штуки-дрюки пойду посмотрю что у нас получилось на немного изломался что получилась вовненько я буду чай с лимоном и сахар доманов чай хороший просто черный чай гринфилд обалденный просто ароматный а вот начальник едет все хорошо ждем кого я нашел пойдем кушать у меня тут тебе ого-го сколько а погоди погоди и убегай только эти красивые сейчас будем кушать только тебе куда кидать таблиц грязь что ли пойдем пойдем не бойся где у меня тут гостинцев то ему курочка смотри тут сколько вкусностей только как эти виды давать будем давай сбилишь на начнем только на сухое куда-то надо тебе кидать так возьмешь или с рукой у меня отхватишь нет ой ты молодец подожди тут улица еще купили залу грязь положу на курицу берешь потом даешь на курица по вкуснее будет вот это скажи другое дело еще еще есть еще курицы есть и хлеб ну и че он беляш кину сейчас доест придет короче надо туда ему на траву что ли пойти положить это все и беляш достать ну извозекает весь пойду я на улицу беляш то бросила курица на траву унес смотри к ну поди меня не цапнет да че он тебя цапнет не пусть доест сначала ну его нахер потом будешь на хвост полжопой откушенный кушай кушай да не спеши не спеши у меня тут мясо еще ему охрененное надо достать ему в отдельном пакете вот такое мясо еще и подкрепиться нормально пошли за беляшом знаешь а я передумал отдай нет нет он меня избрызгал ребята одну доел давай вот сюда подошел я ему подожди ведь я положу и давай погребит короче избрызгал меня нафиг всего ладно пошли этот смешно беляш же рядом лежит беляш беляш вон он посмотри вот он он бляш да нет вот беляш посмотри можешь лежит там мясо внутри он да да там мясо есть ты ходишь по нему прям кушай кушать ну ладно зима то настанет камней лучше похаваю да все поел он и хлеб на нанесел это это по-любому конечно у хлебушек лежит как лежал ну ладно птичкам птички сидят надо этот убирать как-то выходить ладно спонтом под зонтом когда начну грузить типа выйду посмотреть надо будет убрать его тоже планетру вторая ребята кружечка чая пошла пока не грузит но видимо еще утро собираются здесь я скачал сергей наговицына разбитая судьба 99 год самый шикарно любому него си си кейч подборка клипов самый популярный дискотека 80-х такая тоже прикольно сейчас чуть-чуть скачаю такое клубная если можно без интернета смотреть включил погнал что сейчас мы будем искать что-нибудь пойду-ка я посмотрю чем этом грузят погрузчиком радует эльдарку смотрим как он за мотоциклом ездил сейчас досмотрим не мочи вкусный вкус не с двумя кусочками лимона вот же до переезд ребята как через нее переезжать буду хрен знает кое-как ребят прям такой подъем жесткий вчера ночью заезжаю думаю куда я еду бляха муха ну-ка это побыстрее наверно пройдет темноте макулатура короче такая в брикетах я телефон не стал с собой брать потому что у меня вай-фай раздается скачивается пока грузят сначала такие брикеты по 3 вверх на оси на задние потяжелее что пойдет 20 тонн короче будет у меня макулатуру под потолок ребята сюда макулатуру свозят он коробки всякие с утра уже много-много машин свозит сюда молодцы хотя бы это грубо мусор был бы а так это все свозится и увозится утилизируется хорошо что-то будет с этого делаться видимо такие же коробки клево-клево один же с таким принципом все большим приехал у меня уже машина вот так вот трясется это большое там уже катают возит я пока посмотрел куда мне ехать кбк картонная фабрика город набережная челны 2 300 но это с учетом омск напрямую показывает то есть чуть больше 2 350 поехали через 200 метров поверните на 3 дня будем в общем ехать здесь по станционной с новосибирска выходим и пошли 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 сейчас омск быстренько глянем до омск показывают вот так а нам надо будет объехать вот по этой все принципе дальше здесь он должен показывать у нас высшими уходим из аббатская и шим уходим на плохую дорогу через бро как называется пердюшку бердюшку на курган и все пошли челябинск через троицк а безна челябинск челябинск спятался все дальше до уфы после уфы уходим на семерку опять уфу не показывает уфа на семерку на набережные челны и все принципе потом елабуга алабуга экономичка скорее всего пойдем на москву москва чебоксары нижний новгород владимир москва потом москву потом пойдем на питер и питер питер финляндия где-то тут же питер у нас да папа чего он спрятался а вот он потом идем на питер дома побудем денек металл груза такой штукой трамбуется еще пойдем посмотрим чем я там а тапочки будет помыть коврик помыть это тренога а он там бовать штучка даже специально берется вагон Сейчас я залезу сюда, за эту штуку возьмусь. Вот моя загрузка. Ну, аккуратно, упакованный, хорошо, что не так, как я на Актрасе тогда возил. Что ужас, ужас. Все ровненько так, брикетами. Четко. Там полегче, эти потяжелее. Мне везут уже остатки. 20 тонн получается. 20 тонн получается. У нас еще 8 бухточек, 6 осталось. И все. Ну да, сюда еще в конец. Ну все, загружены, выезжаем в РСС, потому что надо запустить, там ворота уже закроем. Понижайка. И аккуратно, аккуратно, чтобы жопа не залит столб. Поехали. Стеснялся снимать. Вот он наш ЖД-переезд. Прошел хорошо от столба. Замечательно. Здесь надо закрыть ворота еще. Жалко мне тебя, Камазик. Но ничего, вон шпалы ходят. Но потихоньку. Этот хозяин организации говорит, ну ты, говорит, пиздец, молодец. У меня, говорит, днем не могут найти, спрашивают по телефону. Я, говорит, утром приезжаю, смотрю, Камаз стоит по заявке, твой номер. Как ты, говорит, нашел? Я, говорит, это пиздец, тут в темноте было. Я почему-то думал, что я еду не туда. Но у меня, говорю, еще штурман был, который тоже не знал, куда ехать. Ну, Димка тут не был ни разу. Ты куда едешь? Я, говорит, Дима, тут темно. Я, говорит, поговори со мной. Вот он, полусонный уже со мной пиздел. Куда ты едешь? Что ты видишь? Я, говорит, пиздец, тут Дима. Смеялись. На Димасику спасибо. Потом это такой, я говорю, ну ладно, давай спим. Такой, не, 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 ты давай уже доедешь, мне уже интересно стало. Все, доехал, попрощался с ним. Ладно, выезжаем. Все отлично. Будем ворота закрывать. На сухом, правда, где-нибудь. Я еще нагрузку на 8 не посмотрел. У меня тесты ДМ пониженная. Сейчас мы выйдем на ровно и посмотрим нагрузку на седло. Напомним, на седло не должно давить более 10 тонн. 10 там с копеечками, конечно, допустимо. Но все-таки. Понижайки выведем сейчас потихоньку. Спросил, у меня, говорит, доставка на 16-е, а сегодня 11-е. Я говорю слово свое любимое не принципиально, во сколько, когда приехать. Он говорит, нет, нет, это, говорит, так, ставится заявка. Так что, если даже 17-го прибудем, нет такого, что нужно будет лететь. Там лететь, сломя голову, нет, нет. Все, то есть. Чувствуешь, устал? Вставай на стоянку. 8-9 потолок хватит. Не надо героизмом заниматься, потому что не молодые, мне не 20 лет. Что я, блядь, до утра еще сутки могу там прохуярить. Нет, 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 я уже... Опа, какая кочка неприятная. Я уже не в том возрасте. Поспешишь, народ насмешишь. Эту пословицу из древней, она придумана не зря. Паровозик как там ночевал, так и ночует. Переключаем на D. И будем где-то останавливаться. А, наверное, вот тут и остановимся. Сейчас прикроем вот эту машинку. Посмотрим, что у нас на седло давит. Ну, давай за Мерсом встанем. Как Дима говорит, не гази, не гази. Сейчас тут встанем на аварийке. Посмотрим, что у нас на седло. Так, чтобы не по луже ходить. Еще надо коврик помыть. Ну, коврик, ладно, я на дороге выйду до кафешки, потому что все равно что-нибудь. Я, наверное, в душ пойду схожу и помою сразу. Публики, все такое. Так, вот так вот встаем. Смотрим нагрузку. Земляки! Казахстан. Так, передачу выключили, ручник поставили. Смотрим. 9, 100, отлично. Все по красоте. Пошли ворота закрывать. Все закрыл. Переодел шорты. Волосатые ноги. Это мне дали на пропуск. Я бы что-то заполнять надо. Негде так просто отдашь. Никаких данных. Пустой бланк. Ну, ладно. Нашим легче. Счастливой нам дороги трогается. Крясается чувствуется. Молодец, Камаз, молодец. Поехали в сторону дома. Погнали. Погода сегодня радует. 15 градусов. Такое солнышко прям летнее. Жарит прям. Через 200 метров. Вот. Он меня опять здесь ведет. Подожди, а может здесь и надо? Нет, вот тут здание. А там похуевой дороги. Мы пойдем прямо. Не знаю, почему он меня прямо не ведет. Вот шарел меня так же рисовал отсюда. Через КПП сразу прямо. Там хуенькая дорога. Мы пойдем прямо. То есть я по ней даже не поехал. Я в темноте включил туманки, включил дальний. Поверните направо. Такой, о, направо. Такий, такой зорким четырехглазым зрением смотрю. Нихуя. Приблизил, посмотрел. Не поеду. А темно. Всяких вывесок целая куча. Я думал, ты поедешь, если честно. Ну, ладно. Ягу, Дима, тут вывесок, вывесок. Ты где, блядь? Я говорю, шлагбаум. Какой нахуй шлагбаум? Я, говорит, там был. Дима был, оказывается, чуть-чуть туда. На другой дороге. И это вам кажется, что я гоню 30. Метро в полярнете направо. Да, да, да. Зеленая все еще. Здесь осенью не пахнет. Не пахнет в Новосибирске. В Петербурге уже, наверное, все желтое. Да, и здесь вот я... Все, это темно. Нет нового фонаря. Я крался. Хрен пойми куда. Охраннику говорю, а у вас станционная 60, корпус 4 здесь. Он говорит, я, блядь, первый день. Ой, я тебя хвостом задену. Только не подкатывайся. Только не подкатывайся. Так, пока и стой. Спасибо, Лексус, за понимание. Вот прекрасная дорога. Зачем она меня там вела? Мы, в принципе, и выбрались через КПП. Ладно, поехали. До куда-нибудь. Оп, мозаика, мозаика, подожди маленько. Спасибо. Мне, потому что проще здесь протянуть прямо. Сюда немного вытянем. Отлично. Заезд тоже, блядь, тут что-то чуть ведра не касаешься. Ну вот, я сначала думал тут переночевать. Но так как у меня еще на запаске даже наклейка, нет, и соляра, бля, полный бак, газпромовской, ночка будет явно неспокойной. Берем побольше зазор и во второй ряд. В первый нам не вырулить. О, поехали. Пока оба прадика поворачивают куда-то одинаково с ларца. Вот через второй ряд и аккуратненько вышли. Все, пока-пока, городу Новосибирск. Мы поехали. Работенка, блядь, болтает где-то, хрен победи по России. Ты где, Новосибирск? Ты где, Краснодар? Ты где, Сургут? Хуенная работа. Просто дальнобойщикам это... У кого-то может быть какой-то... 500 метров, круговое движение, второй съезд. Я до Питера дорогу знаю, родная. Но чисто для навигатора. Мало ли где-то камера, и ты летишь. Кто-то, может быть, есть маленький страх, что как вот, блядь, можно уехать. Да, с непривычки ты в другом городе думаешь, блядь, а дома 4300. Так, засыпаешь, думаешь, пиздец, я в каком-то городе, я не знаю где. Но это все потом пропадает. Я так же, когда начинал, смотрю вот на дядек. Дядьки, дальнобойщики там заходят, кушают, что-то... Ну, мужик с мужиком познакомился, болтают, что-то обсуждают там перед сном. Как они себя так уверенно чувствуют? Как будто, ну... Нет, ты уже потом привыкаешь, и у тебя нет такого ощущения, где ты ночуешь, в каком ты городе, что ты... Я уже до того привык постоянно быть где-то. И засыпаешь, и все на свете. Спокойно-спокойно себя ведешь. Какие-то кафешки новые, магазины новые, что-то там спросить. Весь день движухи идет такой. Интересный день. Разнообразный. Так, времени у нас 8.45 местного, это 9. Значит, у нас сейчас час. Дойти до топ-лайна 500 километров. 500 километров умножаем на среднюю 70. Ох, бля, сам себе задачку задал. 5 на 7. Неправильно считаю. Подожди. 500 километров на 70... В час, блядь. Так, если я за час проезжаю 70 километров, то сколько в 570... По 70, блядь. Так, 70 на 5.35. Плюс еще 70, это 420. Ну, еще, грубо... 7 часов езды. То есть, если у нас сейчас время час, значит, я буду 8 на стоянке. Все как положено. То есть, идем до топ-лайна. До стоянки топ-лайн. 500... Это граница Новосибирска и Омской области. И будем там ночевать. Там интернет есть. Кормят хорошо. Все, то есть, отлично. А утром постараемся... А вот, завтра будет завтра. Надо сегодня еще доехать. Давай, Камазик. Хорошей тебе дороги. В общем, всех обзвонил. Спросил, как у всех дела. Кто чем занят. Как здоровье. У всех все хорошо. Ну и слава богу. А мы тянем до дорожной сети возле заправки. Пойдем в душ. Там тропический душ. Очень нравится мне там душ. Там вода на идеальнейшее. Не знаю, она без запаха, без ничего. Такая классная вода. Схожу в душ. Что-нибудь перекушу. Поброюсь. И поеду дальше. Пока идем по двухполоске. Напомню, новосибирской, которую мы открыли. Прекрасная бетонка. Монолит. Вот и она, стояночка. В рамке находится. Заезжаем, пробуемся. Столько что с батиком болтал, хохотал. А, что мы? Ну, полчасика отдохнем. Пока себя в порядок приведем. И поедем дальше. До Омска, 563 километра. Так, нам второй заезд. Зайдем. Маленьких убираем. Батошка, ты встал вообще, ну не айс. Да, заходим. Так, на стоянке никого. Мне еще надо найти мусорный бак. Где будем парковаться? Так, не можно, наверное. Она раньше была в плитах. Сейчас все закатали. Вообще классная стоянка. Она мне нравится безумно. Шикарно. Через 200 метров поверните направо. Как на 16,5 парковаться? То есть, видим сбоку 13,6 прицеп. Видим, что сзади 3 метра есть. Никаких столбов еще нет. Можно равняться кабиной. Но немножко оставим запас с полметра. То есть, спокойно. Сразу проверяем все. Чтобы отбойником ничего не зацепить. И паркуемся. То есть, на 3 метра мы длиннее. Как работает. Сначала вымою коврик водой. И возьму ее. Чем 50 метров развернитесь. Подождите, я уже остановился. Возьму сразу ее с собой. И воды наберу еще в нее. Сейчас все сначала вымою. И пойдем. Ну, грязь была. Тапки я не могу оставить где-то на улице. У меня выпадут они. Пойдем мыть коврик. Побежим в душ. Помыл фары сзади. И на прицепе. Все-все-все-все. Везде, короче, вынул. Зеркало есть. Такой душ цивилинчий. Тут еще питьевой водички наберем. Прогоняем пока водичку горячую. Классный душ. Тут душ зашел. Два пропущенных неизвестных. Ну, как всегда. Набрал воды получше. Сейчас питьевой еще наберу. Мусор вынесу и что-нибудь покушать возьму. Набрал тут беляшей, шашлыка, воды. Налил. Так. У нас сейчас будет садомазохизм. Ну, акс эффект это понятно. Вот, после брития самый кайф. Да нет, не особо. Бритва новая. Так, что мы купили? Что же мы купили? Домашние блинчики. Пять штук. Вот, по дорогам. Такие классные, классные. С мясом. Облепиховый морс. Клюквенный морс. Довольно. Два беляша смачных. Чуть не выженил. Такие, но их не видно. Ну, смачные такие мягкие беляши. Они теплые. Лимонад местный какой-то попробую. Грушевый. Маленький. Маленький, мне удобнее, чтобы холодильник постоянно открывать. И лимонад. Тоже какой-то 05, да, наверное? Да, 05. Тоже в холодильник. Так. Слафетки сюда. Ну, и самое-самое козырное это шашлычок. Только с мангала. Я его пять минут ждал. Вы подождете пять минут? Я говорю, да. Ух, как я люблю по дороге кушать шашлык. Запах не передать. Просто не передать. Нереально классный. Такая красота. Так же нарежем кусочками и будем по дороге кушать. Лоток-то плотный, можно пользоваться потом. Ага, старость включается во мне. Лоток надо оставить. Ну, он же плотный, Коля. Можно потом взять салатик, сходить в него. Кушать хочу, не могу. Все. Запускаемся и поедем. Добрый день, Николай. А, добрый, добрый. Привет кому? Я как раз снимаю. Привет маме, отцу, жене и тем, кто меня узнал. Все хорошо, все нормально. Присоединяюсь. Еще всем удачи дальнобойщикам. Ребята, будьте поаккуратнее. Не гоняйте. Да, здесь заметил, да, народ как ездит? Ну, здесь более аккуратнее. Да, да. В центре у нас не очень. Да, да, да. Спасибо, Николай. Стретил Николая, прям подписан уже давно. Смотрю. Не за что, спасибо. Я вам в душ сходил. Сфоткаюсь попозже. Можно? Все, хорошо, конечно. Все, я готов к старту. Нарезал его. Наисочнейший. Здесь у меня сискетч. Забанят ему быстренько. Клипы. Хоп, все. Потом по дороге послушаем. Все, привет, привет, компания ИТАКа. Сделать такие же резинки на дверь нет? Чик-чик. По краю. Потому что ты вот дверку хлопаешь, и верхний угол, бля, он как будто сам по себе живет. Он так, ты-ды-ды. Ну, ка-ка покажем. Как будто, бля, там, Мишка говорит, у меня что-то свистит. И я говорю, ага. Фляга? Да нет, с двери. Вот смотрите на этот угол, как он сейчас сыграет. Видно было, нет? Интересно, на камеру. Это просто, ну, сейчас я сам посмотрю на камеру. Это просто пиздец. О, вон. Сел. И оно все, бля, задувает. Ебаная машина. Когда мороз холодный, она... Не ругай свою машину. Не ругаю. Хватит, хватит ругать своего кормильца. Да, вот поэтому такие резинки, наверное, ребята и втекают. Интересно, из-под чего они? Полностью по контуру. Там, 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 там. Угу. Ты сегодня работать будешь, нет? Там, 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 там. Чикс. Погнали. Все, кушать будем. Свежачок. Угу. Я что, заметил? На севере по-своему готовят шашлык. На юге по-своему. В Питере по-своему. Может быть мясо такое? Здесь прям насыщенный такой. Все, трогается. Мы сфоткались. Зовут Давид. Тоже едет в ту же самую сторону. Где-то, может быть, еще и увидимся. Поехали. Ну, она, в принципе, и в плитах была. Ровно плиты были выложены. Я что-то ехал-ехал, такой смотрю по дорожной сети. Думаю, надо заехать. Заехал. Утром проснулся. Она битком. Такая спокойная стояночка хорошая. Тут еще девчонка такая прикольная. Ну, уже, получается, вторая смена была на кассе. Мы с ней посмеялись. Вообще конкретно черноволосая такая, ну, высокая такая, видная деваха прям. Вообще классная. Настояние подняла. Так, ман. Давай, наверное, идите, ребята. Я спокойно выйду. Не буду вам мешать. Как тихоход. Тем более, у нас тут припаркован Вольво. Вольвешник. Пропустим, спокойно выйдем, чтобы никому не мешать. Поворотник. Сейчас, да, у меня бодряк. Можно ехать и ехать. Хоть пятихатку. О, Давид тут. А ты покушал уже, что ли? А, Давид? Да, я так перекусил. Я с собой, он, как всегда, шашлыка набрал. Новые вазики на мигалках. Ну, их много гнали. Еще, наверное, штук десять попалось. Так, ну все, ребята. Прошли мы пятьсот километров. С учетом того, что... С учетом того, что мы выехали в час, пятьсот километров это достаточно. Это хороший километраж за пол рабочего дня. Будем швартоваться. Остается у нас на два дня тысяча восемьсот километров. Раскидываем по девятьсот. Но не забываем то, что у нас завтра прибавится Омское время, Тюменское время. То есть плюс два часа. И когда заедем в Татарстан, у нас тоже прибавится на два часа. То есть на каждый день у нас плюс по два часа. В эту сторону у меня крылось по два часа. В ту сторону будет прибавляться по два часа. Все, я зашвартовался. Остудил турбину. Походил, посмотрел. Времени восемь тринадцать. Как люди. Пойду я окошки мыть. Вот и Давид подъехал. Какая-то картонка вылезла. Мои мокна. Пошли за ферри. Три тонны груза. Достаем ферри. На щетку и вперед. Все, окошки чистые. Три тонны груза. Три тонны груза.